здравствуйте друзья то что вы видите перед собой это редвуды растут они в горах в горах недалеко от города санта-круз соответственно недалеко от тихоокеанского побережья в калифорнии это родственник секвой а не сама секвой нет это разновидность какая-то но они это не совсем синонимы в общем друзья для наших целей мы можем считать это секвой есть нашим парк да это секвой а там дупло дупло они очень часто эти деревья до сгорают сгорают это правда в нижней части сгорают но мы друзья не ради дупла или там вот деревья здесь оказались мы здесь оказались потому что здесь вино делают это винодельно и те кто часто смотрит наш канал знает что мы здесь бывали уже это друзья мартовский цветочек даже не знаю похож на розочку явно не розочка так а вот посмотри какие например качели ты где-нибудь такое видел на каком на какой высоте прицеплены эти цепи это же надо такое придумать и все это друзья совершенно бесплатно для тех кто пришел выпить и закусить он желтые тюльпанчики между прочим тюльпанчики мы я могу приблизить тюльпанчики смотрели сейчас как раз тюльпанчики они а там дети кричат свое там кричат дети я был в парке кокенхофф недалеко от амстердама чудовищное место с точки зрения отсутствия общественных туалетов в необходимых количествах все что я помню о красивых цветах амстердама парка кокенхофф или как это называется это то что пошла битва за место в туалете потому что приезжают там целые авто наезжают конечно туристов до смотреть на тюльпаны ну вот а здесь приезжает немного народу тюльпаны их мало волнуют но и не просто так чтобы они так выпить именно хотели правда виктор мы же не выпить сюда пришли мы как бы выпьем и закусим но мы культуру культурно вот друзья главное слово которое мы должны помнить когда приходим в винодельню это культурно вот там вот посмотри какие столики стоят как вот которая столешница столешница потрясающе да ты посмотри какой долгал стенный кусок очень красиво дерево мы однажды сюда пришли а вот там на сценке вот там сценкой там был концерт там левее да что-то не за что они разрушили стенку и теперь больше нет там были такие лавочки стенка была вот люди тут можно сказать это называется да очень это же столик то такой до деревянненький хороший два интересных да дальше уже стандартная вот этот самый интересный даже каким-то дырочками на самом деле там внутри такой же стол есть похоже мы заходим внутрь винодельни этот стол вот он внутри винодельни очень красивый и тут еще такая видите кожаная как бы книжка там видно меню всякие не знаю не хочу открывать но в этом есть какой-то антураж это не наборное дерево это вот так вот он вырос вот такой ну да да он молодцы цветный это просто красиво поймали вот такой момент вот мы за таким же точно можно сказать перелавочками сейчас будем дегустировать платить десятку и у тебя пять разных вин для дегустации вы можете спросить а почему десятку они бесплатно например виктор почему десятку берут они бесплатно вот скажи не бесплатно что раньше когда-то почти все виноградники давали бесплатный тест бесплатную пробу вина или по крайней мере если ты покупал хотя бы одну бутылку тебе как бы вычитали то что платишь за это дело значит потом постепенно все как-то испортилось особенно в на павелы знаменитые а я тебе скажу короче короче бесплатно не дают потому что нефиг на павелы я сейчас местах где тебе не только тесты не дают бесплатно тебя вообще не пускают на территорию бесплатно пока ты 25 долларов не заплатил за машину ты ничего не получаешь потому что нефига вот я хочу сказать неплохой ничего сверхъестественного друзья печеньку вот тут лежат такие печеньки если вам кажется что я жую это только потому что я это печеньку жую печеньки вкусненькие но странно что они ничего другого нету ну орешки или там ведь человек в на павелу например ты приходишь до типа цирки да или шоу холодильного то покупаешь но у тебя есть возможность покупать там кусочки сыра кусочки колбаски очень много делают всякую горчицу или как по-русски сказать хрен вот потому что он тоже там что-то из винограда делается для этой горчицы и они сами у себя это делают и продают это друзья я вышел на улицу чтобы показать вам как это винодельная расположена относительно там всего остального вот у меня маленький паркинг есть тут но мы стали на другом который сзади вот тут поля всякие красивые флажок естественным образом и вот вход виктор как было пина слабенькая да то что сейчас попробуем друзья я хочу сказать что вины бывают сладкие бывают кислые бывают терпкие бывают креплены но самое главное друзья каким бы кислым не было вино которое вы пьете главное чтобы кислой не была рожа человека пьющего а чтобы он испытывал благодать и улыбался вот как я испытываю благодать вино не безумно кислое так кисловатый это пино ну а много не наливаю ну вот так вот пять раз понемногу и хорошо друзья смеклана у меня очень переборчиво в винов и не все подряд будет употреблять но вот это это бленз это как бы хорошее несколько сортов винограда горчит когда мы были молодые я помню света могла выпить только что-нибудь очень сладкое типа ликер а сейчас видите уже вот и бленд может мысленно с тобой света вот в такой бутылочке этот поступает с редвудами люди которые приходят как бы с улицы они получают за 10 американских долларов попробовать вот 5 таких а люди которые приходят не с улицы которые члены клуба члены клуба да они уже получают вайн клуб и они получают 5 таких и бутылки куда более дорогие становятся тут вот шестьдесят я не уверен вообще что они платят они наверное за клуб мембрщик платят из тех которых я знаю здесь я не знаю не буду брать но из тех которые я знаю есть это член клуба ты можешь приезжать и пить до можешь купить ума помрачения да более то ты можешь как-то гостей привезти там всякие нехорошие нюансы вы видите друзья как тут симпатично и вот даже живопись такая ну я сказал специфическая и даже музычка может быть вы слышите музычку под которой хочется выпить закусить и самое главное культурно провести досуг а вот друзья 12 года сера это печурка друзья она действующая это может показаться что она такая чисто декоративная это не совсем так она действующего то вы даже видеть тут пепел на выходе люди иногда так сидят когда дождик например вот могут тут сесть гитарка есть под гитарку песенки попеть все так все все по-настоящему да вот там люди вы видите тоже дегустируют здесь человек и четыре одновременно обслуживают вот там касса и тоже можно приобрести здесь видно все можно приобретать диапазон цен где-то от двадцати четырех пяти долларов вот за бутылочку кстати неплохую от этого потерянного уикенда вот до шестидесяти семидесяти тоже есть такие покруче вина и может быть и дороже тоже я так не проверял на самые дорогие вот друзья какая мохнатость на деревьях обратите внимание там есть такая площадка потому что вот когда ты снизу смотришь ты этого дерева оценить не можешь насколько оно огромное а есть площадка на уровне и туда деревья растут снизу из ручья то есть ты находишься где-то на середине ты смотришь вниз там конца нет этому дерева и смотришь верхом к концу нет вот так ты его видишь друзья мы говорим с вами на разных языках на русском на английском на разных языках мы говорим И редко, очень редко мы говорим по латыни, ну в основном потому что не владеем, но хочется сказать по латыни, вот уходя из этого очаровательного места, хочется сказать in vina veritas, истина в вине. Вот приходите сюда, если кто-то ищет правду, истину кто-то ищет, приходите, приобщитесь к истине, возьмите с собой женщину, которая бы за рулем была и не искала бы истины, а уже давно бы нашла, и все, и отдыхайте. Другими словами, vita brevis, penis longus. Это лишнее. Значит, латынь, конечно, она у нас в крови, и хочется сказать, но мы сейчас отседуем, поедем в другую винодельню, это будет отдельный сюжет, так что, друзья, оставайтесь с нами.